В полуфинале за бронзу среди мужских команд боролись спортсмены из Австрии и Германии. Армин Доллингер и Клеменс Виклер обыграли коллег из Австрии и завоевали бронзу. Все просто отлично. Обыграли команду из Австрии и после двух партий обеспечили себе третье место. Спортсмены немецкой команды остались довольны своим результатом, поддержкой болельщиков и в целом организацией турнира. Организация на самом деле на высоком уровне. Супер, все здорово. И подготовка, и организация, и проведение. Вчера полуфинал, и сегодня финал. Все в порядке. За первое место в мужской части турнира боролись две российские команды. Ярослав Кашкарев и Руслан Быков обыграли хозяев игрового поля. Представителя волейбольного клуба «Волеград» Константина Семенова и Вячеслава Красильникова, представляющего Краснодар. Александра Моисеева и Екатерина Сырцева за золото боролись с немецкой парой Юлией Зюды и Шанталь Лабуре. После первой ошибки россиянки отыграли одну очко и сразу Катя Сырцева принесла команде два балла, заставив соперниц взять тайм-аут. 4-4 после перерыва и за всю игру команды девушек не уступали друг другу более трех очков. Результат первой партии – победа за немками, вторую сыграли быстро. Золото сателлита у немецкой команды Зюды Лабуре. Плохое настроение. Прямо золото хотелось рассчитывать. Ну, дело не только в золоту, это дело в самой игре. Мы плохо сыграли, сыграли хуже, чем мы сыграли игру, когда встречались с ним по сетке. Что-то не получилось. Вы на олимпиаду играетесь? Ну, очень бы хотелось, конечно. Для каждого спортсмена это как бы мечта. Но для того, чтобы попасть, нужно попасть в рейтинг, нужно хорошо играть. В олимпийский сезон, надеюсь, у нас получится. Да, мы очень хотим. Бронзе чемпионата у россиянок Евгении Уколовой и Марии Прокопьевой. На пьедестал почета поднялись русско-немецкие команды. В честь победителей прозвучали два гимна. Германии для женщин и России для мужской команды.